Здарова-здарова дорогие друзья, с вами Костядая Иван и мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда. И сегодня я хочу вам рассказать о идеях, глобальных идеях для обновления на Смотр Рэйдж. Пожалуйста, поставьте этому видосу лайк, напишите любой комментарий, можете одну букву, одно слово там, не знаю, можете что-то написать интересное, либо свою идею в комментариях, которую я добавлю в следующий выпуск и наживу ваш ник. Чтобы продвинуть этот ролик в топ, я скину также этот ролик администрации, чтобы они изменили наш любимый сервер. Так что всё, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. И также перед началом данного ролика хотел бы вам рассказать, что на этом сервере присутствует мой собственный именной промокод EVAN, вводите его при регистрации и забирайте 50 тысяч рублей на свой счёт. Итак, мы начинаем. Предложения я придумал чисто сам, они уже давно висят в предложениях в группе Дискорда и в группе ВК, так что можете зайти там лайкнуть, типа, чтобы они увидели. Вот также можете этот видос им скинуть в личные сообщения, что я тоже им это, конечно же, сделаю. И давайте всё-таки начнём. Первое, что я хотел бы очень глобально изменить, это телефон, так как через телефон очень много было действий в GTA 5 онлайн. Почему это нельзя сделать на смотре Rage, я не понимаю. Так, давайте я расскажу свои идеи по поводу телефона. Первое, в телефоне можно сделать иконку звонка, она уже, в принципе, есть. И, кстати, вот вам скриншот, как выглядит сейчас телефон, если мне не будет лень, я зафотошоплю, как он выглядит, по моему мнению. Сделайте иконку звонка и сообщения, чтобы звонить и говорить с игроками. По типу, звонить это рпшное, окей, но с голосовым чатом можно позвонить и реально поговорить, чтобы не печатать. А смс-ки это по типу F9, как в МТА. Дальше, сделать иконку банка, чтобы можно было переводить деньги и не ехать в банкомат. Как бы реальность и здесь реальность, это было бы очень-очень удобно. Третье, также можно сделать в банке, в меню банка, там депозиты, курсы валют можно было придумать, там ещё что-то такое. Потом, сделать иконку автосалона, чтобы не ездить по карте, а просто доплатить за доставку денег и в течение плюс-минус 5 минут тачка приедет тебе в F3. Мне кажется, это было бы вообще классно. И плюс до этого можно ещё сделать какую-нибудь, не знаю, по праздникам что ли, скидку на какие автомобили, либо там 3 рандомных или 1 рандомный ТС. Раз в неделю там скидка на него будет, это тоже очень интересно. Я бы, например, если бы я жил там где-то далеко-далеко, там вверху карты, мне захотелось просто хуракан. Я бы закупил хуракан его там за сколько, за 30-ку и доплатил бы лям за доставку и было бы вообще бомба. Сделать иконку фото, чтобы делать скриншот, этого прям очень не хватает. Приложение Афиша. В ней выставлять объявления там по поводу продажи, покупки бизнесов, домов, тачек, номеров и прочей-прочей всякой фигни. Можно придумать приложение как доп. средства заработка, там угадывать курсы валют, пойдет вверх или вниз, биткоин всякий можно скупать, ставки на какой-то спорт. Также можно сделать в телефоне трудовую книжку, чтобы при открытии которой ты бы мог посмотреть сколько ты играл на той или иной работе, сколько всего заработал, какой ранг у тебя и вообще на каких работах ты был устроен и в какое время. Это было бы тоже очень-очень интересно. Ну, в принципе, по телефону это все. Что я хочу дальше добавить, это обязательно драг-трассу на военной зоне. Потому что чиповки, любителя драга на этом серии очень много. И я бы сделал в новоенной базе, просто поставил две метки, светофор и было бы вообще бомба. Ежедневные квесты. Так как онлайн для вообще всех разработчиков очень-очень-очень важный. Ежедневные квесты это как раз хорошо подойдут как для игроков, чтобы получить бабки, так и для администрации, чтобы получить большой онлайн. Бу-рынок. Бу-рынок это, мне кажется, самое необходимое, что нужно добавить именно в следующем обновлении. Потому что очень много человек негодует, что они просто сдают тачку в учили, все, они могли бы просто на БУ его слить. Либо тот, кто хочет купить, у него нет времени ходить по ЭКХ, искать там цены, еще что-то. А с автосалона покупать невыгодно. Он бы зашел на БУ и купил. И конечно бы на БУ хорошо было бы, чтобы тюнинг на нем сохранялся. А не как вон та, что закидаешь там на БУ и тюнинг просто весь сбрасывается. Потом можно добавить всякие работы, по типу водитель судна в порту, водитель в карьере, там на велазе ездить, автобусник, водитель поезда, дальнобойщик, возможно свой автозавод. Было бы тоже там прикольно по меткам бегать, возможно найти разные буквы нажимать или, не знаю, там что-то водить, какие-то. Ну прикольные штучки можно придумать по типу. Можно придумать анимацию ключа, который закручивает там гайку, не знаю, еще что-то такое. Также, как я говорил про приложение банк, можно добавить разную валюту с игровым курсом, либо реальным. Реальным было бы, конечно, лучше, но согласитесь, когда разные валюты на сервере, это очень-очень интересно. И совсем-совсем забыл, что в телефон можно добавить иконку бонус, где можно будет вводить промокоды. Это тоже очень хорошо как и для подписчиков, для игроков данного сервера, так как они получат бабки, так и для администрации, которые получат свой хороший онлайн. В принципе, в первой части я вам рассказал очень дофига, чего я придумал. У меня есть еще материал на вторую часть. Буду ждать ваши комментарии под роликом. Пишите, самые интересные идеи я отберу и допишу в свой топ. Также не забываем, напишите по-братски, ну, комментарий, ну, поставьте вам лайк. Ну, я вот сейчас монтирую его, гружу, сколько времени вбиваю, вам просто меньше секунды нажать на этот лайк тупой и все. Мне приятно и ролик просто взлетит и админом, если вам не жалко, можете скинуть и будем улучшать этот сервер вместе с вами. На этом все. Надеюсь, этот ролик посмотрит кто-то из администрации, возьмет хотя бы одну идею. Вот. С вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.